Не понимаю, цены на продукты питания растут, коммуналка взбесилась, инфляция не унимается, а пенсионеры не вымирают. Ну, батенька, этого и в правительстве не понимают, но эксперимент решено продолжить. В жизни многого добиваются Антоны и Эдики. С детских лет им приходится доказывать своими успехами, что не совсем не то, что рифмуется с их именами. Приходит студент в духовный семинарий сдавать экзамен. Батюшка ему говорит, знаю, сын мой, первый раз вести проповедь страшно. Ну, ты иди, остаграмся для храбрости. Тот пошел, принял после проповеди, подходит к батюшке и спрашивает. Ну, как? Все я правильно сделал. Да, но было несколько недочетов. Сказал остаграмница, а не графинница. К алтарю восходят, а не восползают. Рясу в трусы не заправляют. В Библии не упоминалось никакой другой матери, окроме Божьей. Были апостолы, а не опездолы. И было их двенадцать, а не хер знает сколько. Прихожане, а не чуваки. Отпускать надо с миром, а не нахуй. Заканчивать проповедь надо словами аминь, а не пиздец. Несправедливость, это когда твоя жена беременеет. Все родственники и друзья гладят ее по животу и говорят, поздравляю. И никто не гладит тебя по яйцам и не говорит, молодец. Жена и сын дошкольник возвращаются с курорта. Жена рассказывает мужу. Представляешь, там такие интересные люди, такие увлекательные собеседники. Я, например, познакомился с героем Советского Союза. Сын бормочен. Герой, герой, один спать боится. На уроке учительница спрашивает. Дети, как вы понимаете выражение родился в рубашке? Маша, у меня дед родился в рубашке. На войне его танк подбили, все погибли, а он нет. Петя, у меня папа родился в рубашке. Дом, который они строили, рухнул. Все погибли, а он нет. Вовочка, а у меня кот родился в рубашке. Я вчера три таблетки Виагры съел, а его дома не оказалось. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!